Мучение Иисуса Иисус позволил злым людям мучить и умертвить его. Он пришел в мир для того, чтобы стать жертвою Богу за преступления и грехи всех людей. Смерть Иисуса Воины пригвоздили Господа Иисуса к деревянному кресту. Затем они подняли крест. Иисус висел на гвоздях, пока не умер. По обе стороны от Него были распяты на крестах два разбойника. В те времена существовал жестокий обычай наказывать больших преступников распятием. Однако Иисус не сделал никакого зла, чтобы заслужить это ужасное наказание. Он стал жертвою за грехи всех людей. Мы все согрешили и должны умереть за наши грехи. Однако Иисус принял на Себя наказание, которое мы заслужили. Если мы раскаемся в грехах и полностью отвернемся от них, Бог сможет простить нас. Веруй в Господа Иисуса Христа и будешь спасен. Воскресенье Враги Иисуса думали, что они избавились от Него, предав Его смерти. Но дело оказалось не так. После Его смерти друзья Иисуса положили тело Его в пещеру. Затем они закрыли вход, привалив большой тяжелый камень. Прошло два дня, и когда наступил третий, Иисус воскрес из мертвых. Пришедшие ко гробу женщины увидели, что камень был отвален, и тела их Учителя в пещере не было. Два ангела явились им и возвестили о том, что Иисус жив, говоря, «Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, Он воскрес». Воскресеньем из мертвых Иисус доказал, что Он есть Бог. Он жив в настоящее время и сильнее дьявола и смерти. Фома поверил в воскресенье После воскресенья Иисуса много учеников видели Его и говорили с Ним. Фома был одним из учеников Иисуса. Вначале он не мог поверить, что Иисус жив, хотя видевшие Его воскресшим старались убедить Его в этом. Фома говорил, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу пальцы Моего в Его раны, не поверю». Мы видим на иллюстрации, что Иисус явился Фоме и показал Ему свои раны. Фома перестал сомневаться. Он упал к ногам Иисуса и сказал, «Господь Мой и Бог Мой». На это Иисус ответил Фоме, блаженные невидевшие и уверовавшие. Вознесение В течение сорока дней после воскресенья Иисус много раз являлся людям. Многие в действительности видели Его живым. В конце концов, пришло время, когда Он должен был вернуться на небо к Отцу Небесному. Он закончил дело, ради которого пришел на землю. Перед Вознесением Иисус повелел ученикам возвестить всем народам Его благую весть. Ученики видели, как Иисус поднялся от земли и вознесся на небо. Сразу же после того им явились два ангела и объявили, что в один прекрасный день Иисус придет опять с небес, таким же образом, какими они видели Его восходящим на небо. Он приготовляет на небе место для всех, кто верует в Него и следует за Ним. Желаешь ли ты уверовать в Иисуса? Хотел бы и ты приготовиться ко встрече с Ним? Крест Почему Иисус умер на кресте? Он это сделал для того, чтобы спасти грешников от возмездия за грех. Иисус никогда ни в чем не согрешил. Однако, Он умер для того, чтобы избавить нас от греха, отделяющего нас от Бога. Крест напоминает нам, что Иисус был непорочным агнцем Божьим. Он стал жертвою за всех нас. Когда мы веруем в Иисуса и каемся во грехах, Бог дает нам прощение. Таким образом, Иисус делает нас Божьими детьми. Последующие картинки помогут тебе понять, что значит быть верующим человеком или христианином. Два пути Иисус учил, что есть два пути. От самого рождения каждый человек находится на широком пути греха, ведущем к погибели вечной. Все мы получили нашу греховную природу от Адама. Иисус учил, что для спасения нам нужно вступить на Его узкий путь, ведущий к Богу на небо. Кто в земной жизни доверится Иисусу и последует за Ним, будет иметь дар жизни вечной. Это значит, что человек сошел с широкого пути на узкий, ведущий в небо. Нет осуждения за прошлые грехи тем людям, которые каются в них и идут на узкий путь Христа. Если ты решился, дорогой друг, последовать за Иисусом, ты можешь обратиться к Богу в своей молитве, подобно этой. Боже, я признаюсь в том, что я грешный человек. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Прости и очисти мое сердце. Сделай меня членом Твоей божественной семьи. Я хочу жить согласно учению Христа, а после смерти хочу быть с Тобой на небе. Благодарю Господи за то, что Ты услышал мою молитву. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok